Привет всем! В сегодняшнем видео поговорим о растяжках. Я поделюсь своим опытом, своими методами борьбы с ними. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Первый пункт это увлажнение. Увлажнение внутри тела и снаружи. Внутри это, конечно же, вода. 2 литра в день это норма, которую должна выпивать беременная женщина. Вода не то, что просто влияет на вашу кожу, она влияет на эмоциональную систему, пищеварение, самочувствие. Это очень-очень важно. Я, например, первые три месяца беременности забыла об этом правиле. И мне ничего не хотелось, ничем я не занималась, ничем я не интересовалась. И после этого доктор мне сказал, ты мало пьешь воды. И поэтому у тебя немножко болит голова, ты усталая, ты вялая. Я ее послушала. После этого на следующий день я начала пить воду в правильных количествах, это 2 литра. Что я делала? Для меня поглощение 2 литра воды, это было из-за сферы фантастики. Потому что я вообще могу обходиться без воды. И для меня выпить 2 литра, это невозможно, это слабо сказано. И я понимала, что я буду забывать, поэтому везде дома у меня вставили стаканы. Во всех сумках у меня были пол-литровые бутылочки с водой. На всех прогулках у меня в руках была вот эта бутылочка с водой. Это раз, вот этот пункт, который вам не даст забыть, пить воду. Второй пункт, я каждый вечер ставила фильтр, фильтр с водой, который у нас дома есть. И большой-большой стакан около этого фильтра. Прямо так, что я когда просыпалась, вставала и шла умываться, я сразу на кухне видела этот фильтр. И я знала, что первая моя процедура, это надо стакан воды обязательно головной желудок выпить. Увлажнение снаружи, это, конечно, крема и масла. Выбор, что я выберу в моем уходе, я понимала, что со мной, со мной, с моим телом индивидуально работает хорошо масла. Это будет оливковое масло, миндальное масло, подбор каких-то эфирных масел. Когда я села и стала уже делать, хотела самостоятельно сделать для растяжек смесь, то, что я имею эфирных масел, базовых масел, я поняла, что у меня не получится, потому что не сочетаемый пиел и лаванду, оказывается, первые три месяца нельзя беременным. Потом грейпфрод может быть агрессивным и так далее и тому подобное. Я поняла, что я не буду рисковать, потому что с эфирными маслами я не люблю шутить, они очень такие серьезные. Поэтому пошла и предпочтение дала ферме Веледа, почесав очень много отзывов, что она работает. И что меня привлекло, когда я пошла в магазин и увидела, что все масла стоят с дозаторами, в упаковке с дозатором, плюс к этому они не стеклянные, а пластмассовая у них упаковка и прозрачная, я понимала, что это масло просто на мне не сработает. Масло должно быть первое в стеклянной упаковке, второе, оно должно быть не прозрачное должно быть у них стекло, а затемненное стекло. И единственное, которое подходило под мои всякие критерии, это было масло Веледа, которое в дальнейшем, конечно, оправдало себя. Я брала такие наборы для мам, в упаковке были два масла и маленькое масло для ребенка. В дальнейшем у меня столько этих наборов я купила, я в течение 9 месяцев купила 6 наборов, это получается 12 упаковок масла. Главное, чтобы не то, что просто увлажняло масло, а вам, вот у вас после этого масла должно быть впечатление, что у вас кожа стала какой-то эластичной. Вот это значит оно работает, вот это значит она реально против растяжек. И второе масло, которое я употребляла, это было чистое миндальное масло, которое после родов я тоже употребляла. Сейчас употребляю, конечно, уже миксирую с другими, мне можно уже добавлять какие-то эфирные масла. Я масла один раз вечером и обильно. У меня в течение употребления этого масла испортились 3 пары пижам. Не покупайте новые пижамы, используйте ваши старые пижамы, потому что у него, он очень сильный, у него очень такой приторный запах. Конечно, надоедает. Ну, итог стоит того, чтобы немножко потерпеть. Вечер у меня 20 минут. В какое время я бы не пришла домой, где бы я ни была, у меня было всегда это масло. И каждый вечер перед сном, после душа, 15 минут я уделяла массажу. Массаж у меня начинался с бедер. Я хорошо обрабатывала бедра, очень прям, да немножко для розоватости, красноты, чтобы приток крови был. Потом уже нежными движениями, конечно, обрабатывала животик, бока. Отдельное внимание еще уделяла, конечно, в зоне груди. Грудь это обязательно, обязательно, просто обязательно не жмотничьтесь и не скупитесь. Конечно, бедра не очень экономно стоит, но это реально помогает, потому что в дальнейшем тот стресс, который, если вы будете кормить грудью, тот стресс, который переживет ваша грудь, без таких профилактических процедур, конечно, она не выдержит. И вы просто распрощаетесь с ней. И поэтому отдельно уделяйте ей внимание, прорабатывайте, массируйте, готовьте ее к употреблению. Третий пункт это душ и скраб. Я в неделю один раз старалась себя скрабировать, делала простой кофейный скраб с медом, обрабатывала все вот эти места, которые больше накапливают себе растяжки и целлюлит. И каждый день я принимала контрастный душ. Маленький секрет, я не встаю утром и утром не принимаю контрастный душ, потому что я не жаворонок. Я просто не могу утром принимать душ, прям контрастный имеется в виду. Я не могу делать гимнастические упражнения и у меня утром просто нет, нет, нет энергии. А вечером я могу делать все с энергией, мне прям и дом убрать, и приготовить только вечером. И те, кто в этом солидарны со мной, я поделюсь этим секретиком. Вы можете принимать контрастный душ только до 2 часа до сна. Это будет вам на пользу и никакого вреда это вам не принесет. Горячей водой вы начинаете снизу, поднимаетесь наверх, и когда уже доходит до темечка, все прорабатывает. Когда доходит до темечка, вы включаете холодную воду и холодной водой уже обливаетесь сверху вниз. 6 раз- ну так, ну так, представьте сколько минут это у меня занимало, но я делала. Лентяйка делала, странно, но факт. И следующий пункт, это, конечно же, питание. Я сторонник диет во время беременности. Ну диет не в том формате, как мы знаем, например, гречевая диета и так далее себя мучает. Нет, диет, которая сокращает прием вредной пищи. Это сладкое, это мучное, это не жареное. Больше давайте предпочтением овощам, фруктам. Во Франции есть такой закон. Это вообще-то не закон, но много рекламных, если вы будете жить во Франции или будете как туристы, вы можете даже увидеть на это на телевидении. Рекламируют так, 5 овощей и 5 фруктов в день. Это как-то рекомендация нашего здравоохранения. И когда я задумывалась, это довольно-таки сложно делать. Такой ассортимент найти и в течение дня это съесть. Но когда ты стараешься, минимально это исполняешь, это тебе, конечно, дает очень много бонусов. Так что подумайте и постарайтесь. Следующее это спорт. Не сторонник того, чтобы давать деньги, ходить на пилатес, если ты никогда не занималась спортом, начать ходить на плавание, когда ты никогда этим не занималась. Если ты беременная, как я, которая не занималась спортом и вообще-то не спортивный человек, максимум, что я в состоянии делать, это гимнастика, не начинай там фантазировать и ходить на, например, йогу для беременности. Я не сторонник этого. Я больше советую дома просто поактивизировать, потанцевать немножко. Можете встать, делать несколько проседаний, правильно изучить технику и много-много ходить. Ходить в парк, гулять на улице каждый день 30 минут, зарядистить энергией. И все у вас будет в этом плане очень-очень хорошо. Так что будьте активны. И, конечно же, последний этап. Это, мне кажется, очень важно, когда вот это вы все услышали. Каждый день масло делать, каждый день массаж, каждый день душ, каждый день гимнастика. Как я выдержу эти 9 месяцев и как я это сделаю. Я же индяйка, я не смогу, я забуду, мне не получится. И вот будут у меня все равно растяжки, потому что регулярность, это не для меня, для меня тоже. Регулярность, это точно не мой трюк, как говорят во Франции. Но я нашла решение. Это будет очень смешное. Может быть, вам тоже это поможет. Когда я забеременела и я начала смотреть фотографии после родовы, а все беременные это смотрят. И когда я увидела эти животы, растяжки, я сделала помощь. Я взяла и распечатала одну самую ужасную фотографию на свете. Живота с растяжками. И повесила на холодильник. На этом я остановилась. Второе этап было показать это все мужу. Чтобы он без проблем сказал, я финансирую все, чтобы этого не было. Тоже советую, может быть, эта хитрость вам тоже поможет, как и мне, стимулировать, ухаживать за собой, ожидать чудо. Не забывать, что беременность это не болезнь. И, конечно же, после родовой период. На нем ни в коем случае нельзя расхлапляться. Эту регулярность надо продолжать. Насколько бы вам не было после родов тяжело, насколько бы вы не были усталы, 15 минут в день, вечером, утром вы должны себе уделять. Потому что вот в этот момент, мне кажется, когда ваш организм ослабляет и уже потом в дальнейшем будете заниматься спортом, вашему организму и вашей коже нужен ваш уход и ваше внимание. Если вы вот эти 15-20 дней просто будете валяться и говорить, ладно, в душ и пойду спать, и вы на себя не обратите внимания, это не есть очень хорошо. И мой вам совет, обязательно, насколько вы не были бы уставшие, 15 минут массажа с маслом, кремы, душ, такой освежающий, контрастный, вам обязательно, это просто прописано врачом. Не забывайте о себе. Мама, это не значит забыть о себе и думать только о ребенке. Мама, она должна плюс к всему быть красивой, молодой, энергичной. Вы такие нужны вашему маленькому ангелочку. Вот на этом все. Видео подошло к концу. Надеюсь, вам понравилось, вам было полезно, самое главное. Если да, то пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. Всем хорошего настроения и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok